Приветствую, друзья! В своё время я готовил по просьбе Комитета общественных межрегиональных связей правительства Москвы встречу Деда Мороза и Санта-Клауса в Великом Устюге. Ну, это было просто замечательно, конечно, потому что туда собралось много людей, очень интересных людей, которые участвовали в подготовке этой встречи. Я там был, как говорится, пиво и водку пил, и по усам текло, и в рот не попадал. Ну, короче говоря, мы там с нашим Володей, который прилетел из другого города, напились так, что нас потом в самолёте, когда мы летели обратно в Москву, вдруг при посадке нас вывели оттуда с самолёта. Я думаю, чего нас вывели? А потом привезли в милицию, и там, значит, нам сказали, что я так был возмущён, я так был удивлён, чего это нас вывели из самолёта. Оказывается, Володя, а он-то был массовик-затейник, который умел создавать игровые ситуации, ну, гениальный человек. Оказывается, он поругался в самолёте, вот мы сели в самолёт, а он уже успел поругаться в самолёте с Дедом Морозом. Потому что Дед Мороз якобы не так посох держал, не так разговаривал, а он начал его в самолёте переучивать, как надо было это делать. Но нас и высадили, потому что я заступился за Володю, а там аудитория, публика, все пьяные, причём всё это правительство ехало. Уберите их из самолёта, в милицию их, потому что я за него заступился, я-то не слышал, что он с ним поругался. Оказывается, он там, ну, реальная ситуация была, очень смешная, потом я вспоминал, ну, короче говоря, мы сидим в милиции, я милиционеру объясняю, что вы делаете, это же Володя, массовик-затейник. Ну, он по-другому назывался, мастер игровых там ситуаций или ещё как-то. Ну, короче говоря, этот милиционер на меня там, то ли капитан, то ли кто, я не помню сейчас, давно это был, так смотрит удивлённо на меня и говорит, что вы спорите? Вы что, не понимаете, что там произошло? Я говорю, нет, я не понимаю, а я-то на самом деле не видел, что там вот этот конфликт произошёл. Ну, короче говоря, потом мы назад ехали поездом, нас двоих, я милиционеру-то сказал, вы хоть нас отправьте назад, мы же, самолёт-то наш ушёл. Ну, посадили нас какой-то поезд, и мы оттуда пилили, пилили до Москвы. Ну, Володя мне потом сказал, ты не говори, что мы там... Я говорю, да, конечно, нет, ты что, с ума сошёл? Ну, короче говоря, дело было. Дело было в прошлом, когда я мог себе позволить, сейчас-то я не пью уже много лет, ни капли. Ну, вот чего я вам это рассказываю. Очень много интересных людей у нас. И Санта-Клауса видел, и Деда Мороза видел, и в милиции сидел. Ну, короче говоря, очень много интересных людей вспоминаю я с трепетом в душе перед нашим Новым Годом. Ещё хочу сказать насчёт нашего метода Крюча. Он-то и рождался, и развивался именно поэтому, что перенёс столько трудностей, столько ситуаций. Ну, вы представьте себе, ехать столько времени в поезде после такого события, и всё время перемалывать это событие, что ты приедешь в Москву, и тебе там скажут, что же там у тебя такое было. Ну, вы представляете, вот это всё надо было перемывать, и поэтому я и создавал им этот ключ. Да, и вот теперь посмотрите, видите, это... Так, депутатский значок там, видите. Да, это Сергей Иванович Колесников, который написал мне для этой книжки, «Где взять силы для успеха». Синхрогимнастика по методу Крюч. Для этой книжки моей он писал там предисловие. И там было написано от имени Сергея Ивановича Колесникова, который был заместителем председателя Комитета по охране здоровья Государственной Думы Российской Федерации. Академик Российской Академии Медицинских Наук Сергей Иванович Колесников. Вот его фотография. Он написал тогда у меня там предисловие, «Без вклада, сосая лива, сегодня трудно представить развитие современной психотерапии и психологии». Ну, а то без моего вклада. Ну, понятно, почему. Я же и после таракта выводил детей взрослых из острого стресса, где они не слышали психологов. Их кизляли, и в Каспийске, и в Беслане, и в Волгодонске. О, где только я не был. И журналистов готовил в программе «Бастион», которые улетали в горячей точке. И команду «Марс-500» международную я готовил. И олимпийских чемпионов готовил. Ну, много чего я делал. Я для чего это всё рассказываю? Я рассказываю это для того, чтобы тот, кто не знает ещё меня, прочитал в описании под роликом, кто мы такие, и что мы создали школу «Человек будущего», «Хомо футурус», где люди из многих стран мира в этой школе человечности создают науку человечности. А человек – это «Хомо сапиенс», человек разумный. Школа «Человек будущего» – это школа человечности. Потому что только человечность, только вечные общечеловеческие ценности спасают людей во всех ситуациях переломных, во всех эпохах. Да, и вот сейчас эпоха освоения новых форм энергии. То, что там пишут, там квантовые, там не квантовые, это всё примазывается к научным словам для того, чтобы авторитетнее казаться. На самом деле переход сейчас идёт на цифровизацию, на виртуальную реальность, где сейчас тоже люди попали в неопределённости. И вот сейчас Новый год. Я вам хочу сказать, что в Новом году наша школа, в которой очень много людей из самых разных стран мира, и все вместе мы – сила против войн и кризисов на планете. Научаем людей, чтобы они могли не только снимать стресс, потому что стресс можно снять музыкой, танцем, в конце концов и водкой, и пивом, а потом, правда, вот такая голова и зависимость. А без посторонних факторов. Когда ты со стрессом один на один, когда нет у тебя удобных условий, когда ты не можешь ослабиться, когда тебе ничто и никто не помогает, когда ты вот один на один со стрессом, со страхом неопределённости. И чтобы не только снимать стресс, а переводить эту энергию, перенапряжение на решение ранее нерешаемых проблем, обеспечивая прогресс здоровья и развитие своей личности. А сегодня всё зависит от каждого из нас. И поэтому, и поэтому в новом году будут контенты, которых никогда в мире не было, ни в психотерапии, ни в психологии. Это будет и новая медицина, и новая психотерапия, которую я буду дробно выдавать, и вы будете этим пользоваться, и поэтому будете более здоровыми и более счастливыми. Иначе наша жизнь на Земле не имеет никакого смысла. До встречи, друзья!